Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо, Максим Радайкин и мой постоянный собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, забастовки в Австралии ставят под угрозу 11% мирового экспорта СПГ. Александр, что происходит? Там правительство республики Кенгуру не может сказать, вот работайте, и вот, и как вообще маленькая Австралия может обеспечивать 11% мирового экспорта СПГ? Давайте мы немножко с другого начнем, если угодно. Давайте мы представим, что ваша страна является крупным экспортером. Крупным экспортером какого-то энергоресурса. И при этом у вас есть и потребности простых домохозяйств. Ну, то есть у вас там летом жарко, зимой холодно, надо зимой отапливать помещение, летом надо, значит, помещение охлаждать, у вас есть какая-никакая промышленность, и при этом добыча у вас вроде как растет, но этот энергоресурс выгоднее направлять на внешние рынки. Внимание, вопрос. Как это можно сделать, если есть внутренние потребности и есть желание побольше вывести, тем более, что у вас работают уважающие труд простых граждан транснациональные компании. А вот, как это сделать? Ну, к примеру, можно ли сделать следующим образом? Можно ли сказать, ребята, вам не нужны эти отвратительные нефтепродукты? Вам они абсолютно не нужны, потому что они вредят окружающей среде. Вам надо пересесть на электромобили, дорогие друзья. Все садимся на электромобили, катаемся на электромобилях, а вот эту отвратительную нефть, из которой мы могли бы произвести нефтепродукты, потребляемые вами ранее, мы вывезем от греха подальше, потому что, ну, зачем вам эти нефтепродукты? Фу, ужас, кошмар. Мы лучше повезем их туда, в виде либо нефтепродуктов, либо непосредственно нефти, где за них персонально нам заплатят больше, чем заплатили бы вы. С учетом всех налогов и отчислений, и, соответственно, нашей маржи при реализации этих нефтепродуктов на внутреннем рынке. Или, к примеру, можно ли сделать так? Вот у вас, допустим, раньше в неком регионе вот этой страны электрическая энергия производилась на 50 процентов из газовых, на газовых электростанциях, процентов на 45 на угольных электростанциях, ну и 5 процентов давали возобновляемые источники энергии. А потом вы, к чертовой матери, закрываете отвратительные угольные электростанции, потому что, фу, кошмар, ужас, ни в коем случае нельзя, ни в коем случае нельзя, чтобы эти угольные электростанции оставались. Просто, ну вы что, они же портят атмосферу. Они же, ну нам, в конце концов, не модернизацию же электростанций проводить, чтобы снижать количество выбросов. Нет. Мы просто закроем эти электростанции, понатыкаем ветрячков, которые, конечно же, на 100 процентов заместят эти самые угольные электростанции. Когда вы заметите, что у вас выросли выросли платежи за электрическую энергию и снизилась надежность энергопоставок, при том настолько, что по миллиону человек, а иногда полтора, могут оставаться периодически без электрической энергии, то мы вам скажем, ребят, мы же планету спасаем. А спасение планеты начинается с нашего маленького хрупкого домика, который называется Австралия. А то, что мы уголечко добываем теперь не меньше, а просто его вот вывозим, так это не важно. Это, ребят, вообще не важно. Вы сюда не смотрите. Сюда смотреть не надо. Тем более, добывать уголь становится все сложнее. Производить его больше мы не можем, а вывезти хочется больше. Поэтому, дорогой австралиец, вот ты 10 лет назад потреблял, ну все вы, дорогие австралийцы, 10 лет назад потребляли, ну условно говоря, 30 миллионов тонн, 30 миллионов тонн угля. И сегодня вы потребляете 30 миллионов тонн угля. А лучше, еще лучше, если бы вы потребляли 40, а стали потреблять 30, вот это было бы класс. Потому что, смотрите, наша бедная маленькая угледобывающая отрасль, она же не вывозит. В смысле, она вывозит. Но в плане добычи она не вывозит, потому что у нас производство угля вроде как росло, а потом упало. И даже высокие цены 2021-2022 годов не подстегнули рост этой добычи. Наоборот, добыча сократилась. Ай-яй-яй, какая жалость. А у нас есть покупатели в Южной Корее, в Японии. И, конечно же, наши дорогие, замечательные покупатели в Китае, с которыми мы периодически ссоримся, но потом мы миримся, и все становится замечательно, потому что мы уголечек вывозим к ним. Вот это ситуация, которая наблюдается в Австралии. То есть, нарастить производство угля не получается. Значит, надо сократить потребление этого энергоресурса. А иначе это что же, придется строить новые угольные электростанции? Это же фу-фу-фу, это кошмар. Это только Китай занимается тем, что повышает удельные показатели, ну, в смысле, улучшает удельные показатели угольных электростанций, снижая количество выбросов. Мы не такие. Мы просто закроем. Мы просто закроем, понатыкаем ветричков какой-нибудь Южной Австралии. Ну, а то, что люди будут оставаться без электрической энергии, притом этих людей хватит на неплохой город-миллионник. Ну, это, ребят, мы боремся за будущее планеты. Мы просто спасаем вас, ваших детей, внуков. Поэтому посидите без света, а мы что-нибудь придумаем. И ситуация, вроде как, вот мы с юмором сейчас про это все, а ситуация, она именно такая. То есть, вы не можете нарастить объемы производства энергоносителя, сократите потребление. В конце концов, ну что, что сделает ваш простой австралиец в связи с этим? Это что, бунт поднимет? Не смешно. Да вот. Поэтому ты потребляешь меньше, а мы вывозим столько же. Мы молодцы, мы молодцы. По поводу газа здесь еще веселее. Если лет 10 назад Австралия, ну, простой австралиец потреблял те же самые свои, ну, там, 38 миллиардов кубических метров, то сейчас он потребляет примерно столько же. То есть, потребление газа выросло, но выросло там в пределах 5-10 миллиардов кубов. То есть, в относительных показателях, конечно, потрясающе. Но если вспомнить, что за это время объем добычи вырос более чем на 100 миллиардов кубических метров, то возникает вопрос. Ребята, а вы, закрывая угольные электростанции, никак не могли построить газовые электростанции и направить этот газ для внутреннего потребления? Нет? Нет. Не могли, конечно же. И вот добывает Австралия свои 150 миллиардов кубов, и из них почти 110 миллиардов вывозится за рубеж. А ты, простой австралиец, ну, потребляй свои там 30-40 миллиардов, и все, и нормально. Мы тебе ветрячок поставим, потому что ветрячок ветер потребляет, а газочек не потребляет. А так бы мы тебе поставили какую-то газовую электростанцию, она бы электричество стабильно производила. Но нам-то это не надо. Нам надо сжижить и вывести. Куда вывести? Так я уже говорил. Южная Корея, Япония и наш любимый покупатель Китай, с которым мы и далее по тексту просоримся, миримся и так далее. Вот. То есть производство газа в Австралии за последние 10 лет выросло феноменально. Больше, чем на 100 миллиардов кубических метров. А учитывая те объемы, которые производились тогда, это многократный рост производства. Как он сказался на росте потребления? Да почти не сказался. Он на росте потребления, если мы говорим про абсолютные показатели. Если мы говорим о том, что газовые, угольные электростанции закрывались в это время. И за счет вот этого перераспределения, да, Австралия сейчас является одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа на планете Земля. Общий объем производства в прошлом году сжиженного природного газа составил 540-550 миллиардов кубов. То есть да, это очень крупный игрок. Вот Катар, Австралия и Соединенные Штаты на территории этих стран производится больше всего сжиженного природного газа. Это первая тройка по величине. Притом Австралия это вообще потрясающее место. То есть когда говорят про коррупцию, про какие-то вещи, связанные с пересмотром сметы по ходу строительства, то у нас, я имею в виду, когда говорят, то люди наивные, не смотрящие вокруг, не читающие зарубежную прессу, они считают, что у нас вообще просто кошмар творится. Ну давайте мы вспомним, тем более мы говорим про СПГ-отрасль, про СПГ-отрасль Австралии, так поговорим про проект Гаргона, ну или Гаргон. Вот мощность этого проекта порядка 20 миллиардов кубических метров. На этот проект в свое время выделялось примерно 18 миллиардов долларов. Это да, это и добыча, и транспортировка, ну и сжижение, то есть такой комплексный проект. Итоговая смета, которая росла по ходу строительства, составила 54 миллиарда долларов. Было 18, стало 54. А объемы производства, заложенные в проекты, за это время не изменились. То есть сколько планировалось производить, столько и производят. Ну просто это оказалось немножечко дороже. Самую капельку, ну примерно в три раза. Ну слушайте, ну всякое бывает. Всякое бывает, вот пожалуйста, в Австралии. Должны были так, а сделали этот. Интересное место, если разобраться. То есть Австралия в этом плане прекрасна. Ну и местные работяги, которые смотрят, что компании зарабатывают, притом они хорошо заработали в 22-м году, они неплохо зарабатывали и в 21-м году. Ну и в ходе этих споров возникает угроза остановки работы этих производств. А на что это может повлиять? Ну за счет масштабов производства. Да на все это может повлиять. То есть когда говорят про 11%, 11% это не от мирового производства. Еще раз, мировое производство. Австралийцы занимают... Долю в мировом производстве австралийцы занимают... Австралийские заводы занимают немножечко больше вот этих 10-11%. Еще раз, это 110 миллиардов из 540. Это немножко больше 10%. Это прям ближе к 20%, прямо скажем. Но просто не все производства будут охвачены вот этой завастовкой, бла-бла-бла, поэтому мы говорим про меньшую долю, что вот она может сказаться на мировом рынке, но это огромная величина. Это огромная величина, которая, если она не придет в Азию, Азии придется брать эти объемы газа откуда-то еще. Получить по трубам, например, Япония вообще не может. Южная Корея не может. Китай может, но не в таких объемах. То есть 50 миллиардов кубов по трубам дополнительно ни один из крупнейших потребителей СПГ взять не сможет. Значит, надо идти на другие рынки СПГ и покупать там. А тут мы вспоминаем о том, что нельзя рассматривать отдельно рынок Азии и отдельно рынок Европы, потому что эти рынки находятся в прямом взаимном влиянии. И цены на этих рынках, опять же, влияют, точнее, биржевые котировки на газ на этих рынках влияют друг на друга. Растут на одной части Евразии, должны расти на другой части Евразии. И давайте зададимся вопросом. Если вдруг 50 миллиардов кубов, в годовом выражении, конечно же, в месячном выражении это, понятно, будет меньше, но этого хватит для того, чтобы потребители в Азии пошли на рынок, стали скупать вообще все, до чего дотянутся. Я, кстати, замечу, что за месяц получить там даже 5 миллиардов, даже, ну да, фактически 5, ну да, 4,5 миллиарда кубов по трубам дополнительно тоже не получится. Вот. Поэтому придется идти отбирать какие-то объемы на рынке СПГ. Отобрав какие-то объемы на рынке СПГ, вы, азиатские потребители, создадите нехватку этого самого СПГ на рынке Европы. У европейцев начнут расти цены. И у всех, скорее всего, начнут расти цены, потому что начнется перетягивание каната. Минус 50 даже миллиардов кубов – это огромная величина. 50-55 миллиардов – это огромная величина. Еще раз, в годовом выражении. То есть это объемы в годовом выражении, которые могут затронуть забастовку. Это огромная величина, которая, безусловно, скажется на биржевых котировках на газ. На ценах по контрактам с нефтяной привязкой это вообще никак не скажется. То есть газ из Российской Федерации, из Средней Азии, как шел в тот же Китай, так и будет идти. Ну, то есть сейчас цены на нефть растут, но газ этот будет дорожать. Но это не будет никак связано с вот этим вот движением на бирже. То есть этот газ, этот рынок, этот сегмент газового рынка оторван от того, по которому сейчас может прийтись удар. Но, учитывая, что в Европе контрактов с нефтяной привязкой нет, у них все контракты привязаны к бирже, то это здорово. Действие Австралии, несмотря на свою географическую удаленность и несмотря на то, что австралийский газ не идет на европейский рынок, ударит и по европейскому рынку тоже. Ну, если это действительно произойдет, если действительно остановится производство, если эта остановка будет длиться достаточно долго. И последнее, что здесь хочется сказать, а насколько проиграют компании? То есть если компании, у которых, производство которых остановится, имеют контракты на газ, например, с американскими заводами или с заводами в других регионах мира, то, может быть, так получится, что для них такого рода забастовка выйдет в плюс. Потому что, теряя здесь в объемах поставки, они в денежном выражении получат больше, если эта забастовка случится. Я не говорю, что они будут провоцировать эту забастовку, потому что подключаются еще государственные органы, которые будут говорить, ай-яй, так нельзя делать, страшная транснациональная компания, а ну приди в чувства, а то мы тебе сейчас что-нибудь нехорошее сделаем. Но для самих подобного рода компаний, которые имеют возможности завозить газ из разных регионов и везти его в ту же Европу, ну такая забастовка далеко не обязательно будет минусом. И на этом на сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика.инфо, в Дзене, в Титеграме, на Ютубе обязательно. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленному комментарию. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на просторах Ютуба в условиях лишения монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.